Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Подпишитесь на канал, потому что я тоже смотрю. Мы неплохо так шли с вами к отметке 400 подписчиков, но сейчас что-то даже стало немножко убавляться. Так что, ребят, давайте проявляем активность. Если смотрите этот ролик, сразу подписываемся на канал, ставим лайк и пишем комментарии. Все я абсолютно комментарии читаю и всего нахожу выгоду и после оповещаю об этом в ролике. Ваше мнение мне тоже очень интересно. Поэтому сегодня мы с вами переходим в один из этих замечательных клубов. Манчестер Юнайтед, Борусинка, Гладбах, Реал Мадрид и Ювентус. Но только всего лишь в один. У меня контракт запланирован с Манчестером Юнайтедом был. Но я сам лично такого мнения придерживался и почитал ваши некоторые комментарии. И все-таки принял предложение от Ювентуса. Они, между прочим, предложили, но это просто, так можно сказать, самая последняя причина. Самый большой контракт. 4 миллиона 600 тысяч. Контракт, правда, у них по, так сказать, продолжительности немножко меньше. Потому что Юнайтед и Реал на год больше предложили, чем Борусинка и Ювентус. Но это не суть. Сейчас они до 2025 года. То есть на два сезона я подписываю контракт с Ювентусом. Но тоже это очень интересно. Также могу вам показать, конечно, Ювентус. Почему бы и нет, куда мы переходим, все такое. Вот. Джубалу зачем-то сюда поставили. В центрального нападающего у них есть Жуапедро. Вот. Игуаин. Капуто. Игуаин тот? Да. Тот Игуаин. А тут, походу, да, сейчас вышло обновление. Поэтому я смотрю Роналду фотография какая-то другая здесь абсолютно. Так что многие, да, поменяют, наверное, все-таки это же еще и как официальный спонсор. Ну, партнер, можно так сказать. Вот. Поэтому вот в такой состав мы с вами сейчас залетим. Все. Четвертый сезон он стартует. Мы переходим в следующий сезон. Вот такие у меня рейтинг 85-й результаты сезона. Вот вы видите. Вот статы я вам еще раз показываю. Вот, кстати, насчет всяких вот этих навыков игроков вы ничего не написали. Пут нам вообще в комментариях про это я вообще не увидел. Поэтому, ну, вот такие вот дела. Записи игроков клуба. Ну, вот. За Зенит я, получается, отыграл, ну, полноценный сезон. За один сезон в Зените я забил 13 мячей, как мы видим, за сколько там я? Полтора сезона в Локомотиве провел, да? Ну, там можно считать сезон полноценный и пять матчей. Поэтому, может быть, за эти бы еще пять матчей я бы еще бы обогнал бы свою статистику в Локомотиве. Но тоже не будем забывать, что я там меньше матчей отыграл. Вот. На целых, как мы видим, четыре. Вот. Ну, зато голевые передачи за один сезон, 14 голевых передач. Просто невероятно. Ну, и в сборной России у меня сейчас 20 матчей, а 6 голов, 3 голевые передачи. Поэтому все. Сезон 23-24 вот-вот начнется. Мы, естественно, это ждем. Ну, и сейчас мы принимаем предложение. Или как? Я, типа, должен буду еще в Зените, типа, играть. Желаемый номер. А как мне вообще прямо именно сейчас вот перейти в список предложений? Ювентус. Контракт запланирован. А, типа, если я сейчас, да, сразу, да, перевожусь. Да, вот. Мой переход в Ювентус прямо сейчас он будет. Поэтому, ну все, ребята, мы прощаемся. Чуть-чуть пишет. Хорьев дал следующий комментарий о действиях команды Зенит. В этой команде у нас основной состав возлагается большой надежды. Поэтому я хочу внести свой вклад. Все, ты внес уже. Красавчик. Мы еще раз посмотрим. Может, там что-нибудь так изменилось. Нет, 85-й. Все замечательно. Результаты этого сезона аннулированы. 108 матчей, 30 голов у меня и 19 голевых передач. Поэтому все, ребята, мы переходим в Ювентус. Официальные новости. Все. Вот это вот. Переходит 20-летний футболист из Зенита в Ювентус. Тем более у нас еще и товарищеский матч. Но мы его, естественно, проведем. Почему бы и нет? Контента много не бывает. И сейчас, я надеюсь, у нас будет... Да, 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 да. Вот оно мое представление, ребята. С президентом, естественно, Ювентуса. Ну, шикарно, шикарно. Напишите вообще в комментариях, стоит ли мне там, может, имидж поменять. Почему-то, ну, вот мне устраивает то, как сейчас выглядит мой футболист. Футболист, может, что, я думаю, в Италии бородку там какую-нибудь отпустить, все такое. Либо вообще можно цвет волос там поменять. Здравствуйте, меня зовут Андрей Хорев. Для меня большая честь носить эту майку. Я надеюсь, увидите вас всех на трибунах в день матча в своем дебютном матче. Я постараюсь сыграть как можно лучше. Спасибо. Не за что. Так, все, я перешел в Ювентус. Да, Ювентус будет еще сейчас играть квалификацию в Лиге Чемпионов, потому что заняли третью строчку по ходу прошлого чемпиона. Поэтому против Рейнджерс мы вон там будем играть. Льюрис вошел в клуб что? Льюрис перешел в клуб Тоттенхэм из Барселоны. Угу, вернулся, то есть, получается. Вот здесь меня показывают. Так, у меня игрока. Я в старте уже, получается, но это сборная России. А где можно предпочитаемый номер? Да, вот, у меня шестой номер. А мне я типа деба... Ну, блин, шестой номер. Угу, так. Так, семерка Роналду, но я не буду отбирать, поэтому... Девятка у Виллиана. Десятка у Дебалы. Я бы действительно забрал бы десятку. Вот. Все. Ну, я отправил, как бы, сообщение, что я хочу десятый номер в Ювентусе получить. План игры мы смотрим против сборной Сербии. Вот таким составом мы играем. Мы готовы. Поехали. Итак, Россия-Сербия. Международный товарищеский матч. На данный момент мы являемся, как уже игроком, кстати, Ювентуса. У меня девятый номер до сих пор в сборной остался. Штанга нас выручает. Слава Богу. Ну, а в этот раз уже нет. Все. Двадцать седьмая минута. Мы пропускаем первый вроде как удар даже по воротам. И Душан Тадич открывает счет в этом матче. Да, естественно, замена Чалов, скорее всего. Естественно, восьмидесятая минута замена. И все. Минимальное поражение от сборной Сербии. Причем у нас каждый матч за сборную дома идет как-то. Вот. Оценка 6-0 у меня за этот матч. Ну, и сейчас я все-таки потихонечку жду, что вот мне дадут десятый номер в Ювентусе. Я надеюсь. Приходит мне сообщение. Так. Мне не дали десятый номер в Ювентусе, потому что сказали, что Дебало его... Почему Дебало сейчас вообще выделен? Странно. Давайте тогда, ну, девятку буду просить. Тогда девяточку будем просить. А Россия-Сенегал. Сейчас матч сборной очередной, ну, второй. Вот такая вот расстановка. Ньянг. Наш всеми известный партнер по Зениту. В старте сейчас. И Садио Мане. Кули Бали. Кстати, что-то в рейтинге сильно падает. Вот такой состав. Надеюсь, сегодня мы победим. Поехали. Россия-Сенегал. Очередной товарищеский матч между сборными. Как-то напрягает вот это, что нет никакого грузоответственности от этих матчей. Просто как опыт. Я жду когда-нибудь какие-нибудь там квалификации уже. Ну, почему бы и нет. И нас заменили. Выходит вместо нас Чалов на 8-7 минуте. И все, заканчивается этот матч со счетом 0-0. Мы играем против Сенегала. У нас 6-5 даже оценка за этот матч. Вот такие дела. Провели уже 22-й свой матч за сборную. Ну, пока что никак не официально. Приходит нам сообщение. Да, 9-ку нам дали. Так что, Виллиан, прости. Надо сейчас глянуть, какой у Виллиана номер. Ну, вот у нас 9-ка. Виллиану 6-ку дали, понятно. Так, предпочитаемая позиция. Ну, здесь, естественно, центральный нападающий у меня. Список достижений. Ну, это мы, да, это видели. На всякий случай, гляну. Тренировка. Что у нас здесь? Удар подъемом. Я бы убрал. Если бы вы не против, я бы штатный пенальтист бы поставил. Вот. Чтобы это было. Почему бы и нет. Вот так вот. Вот так вот. При таких характеристик я, вроде как, могу играть. Вот. Всего лишь здесь 2 месяца. Но и зато мы будем чаще бить пенальти, если будут они все-таки назначаться. Келлен Мбаппе здесь перешел в Атлетико Мадрид. А у нас сразу же дебют, я надеюсь. Да, мы с первых минут. Вот так вот нам не выглядит, если что, форма Ювентуса. Мне на самом деле, ну, это не нравится, тут форма Ювентуса. Не знаю почему. Но вот так вот. Я бы сейчас зашел бы, даже бы поменял бы там некоторые празднования. Вот. Так что вы их увидите, скорее всего, по ходу уже матча. Итак, переходим мы уже к самому матчу Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим на нашу, естественно, расстановку. Роналду, я, Бернардески, Рабью Артур, Бентакур, Александр Делит, Бануччи, Диога Далот, исчез на наворотах. Ну и вот такой вот состав у Рейнджерс. Так что, скорее всего, Рейнджерс будут играть в Лиге Европы, мне так кажется. Вот. Стивен Джерард против Андра Первого. Мы еще и в такой вот форме. Сейчас вообще не знаю, как это... А где можно посмотреть форму? А можно лично на мне там менять? Нет, только Сандра, да? Вот такая вот у нас домашняя форма. Вот такая вот выездная. Вот такая вот дополнительная всякая. Ну, играем в дополнительную. Так что посмотрим, как будет это выглядеть. Поехали. Итак, Рейнджерс против Ювентуса. Первый матч наш под... Даже в футболке Ювентуса. Вот тут у нас болельщики с флагами. Рейнджерс все-таки это лицензионный стадион. Интересная будет сегодня у нас игра. Шотландия. Шотландия, Шотландия. Вроде как в Шотландии я не играл. Вот. Дебют мой, во-первых, за Ювентус. Дебют снова мы, причем, играем, как и с Локомотивом в квалификации к Лиге Чемпионов. Надеюсь, с Ювентусом-то мы ее пройдем. Вот. Ну и сейчас вот она, наша представлялка. Ну и вот он я, рядом с Леонардо Бануччи. Мой девятый номер. Вроде как у Игуаина он до этого был. Ну а так ему дали... Там Виллиан девятый номер отдали. Но я забрал. Так что, надеюсь, неплохо у нас получится. Сейчас заняла третью строчку в чемпионате Италии. Я надеюсь, что все будет нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, какие передачи Бернардески здесь вырезает на нас, а? Ой-ой-ой-ой-ой, как же не забил-то, а? Очень было рядом. Вы просто посмотрите. Он увидел, что я открылся. Какую отдал. Но здесь прям... Начал мне уже накрывать четвертый номер. Я пробиваю. Но не забил. Это такой ужас, а? 0-0 против Рейнджерса на выезде. Но моменты мы тут сами для себя чисто создавали. Просто не реализовали их. Поэтому мне нравится, по крайней мере, первый вот матч. Неплохо провели. Надо только привык немножко. Оценка 7-0. Так что вы понимаете, что я не просто так от балды там бегал. Все-таки что-то даже поворотом пробивал. Итак, нам приходит сообщение. Мы вызваны в сборную России. Только я не понимаю, для чего. Так, ну это все еще международные. Представляете, вот все еще международные товарищеские какие-то матчи. Когда уже что-то там начнется-то? Почему Россию никуда не уберут? Вот это я понять не могу. Ребят, зашел я на чемпионат Европы. Но здесь написано 2020. Но скорее всего 2024. И мы участвуем против Франции, Швейцарии и Словакии. Мы будем играть. В группе F мы находимся. Так что... Ну, не знаю. Как-то без всяких квалификаций. Вот это странновато. Ну, будем ждать. Значит, у нас в конце четвертого сезона будет дебют на чемпионате Европы. Надеюсь, мы не подведем. Итак, сообщение. Мы сегодня снова в старте. Игра у нас против Сосолова. Но мы играем наконец-то дома. Вот такая расстановка. Теперь уже есть Дебаллой, который будет играть справа. Демираля выпустили вместо Банучи. Дешили вместо... Кто там был? Диога Даллота. Ну и все. Остальные вроде те же самые. Это мы посмотрим. Но Роналду, естественно, с нами в нападении сегодня выходит. Поехали. Так, Ювентус Сосолу. Альянс Арена. Вот это наш первый домашний матч за Ювентус. Выходим мы еще и в домашней форме. Это наш еще и дебют в чемпионате Италии. Болельщики, надеюсь, рады нашему, ну, вообще, переходу. Вот мы, скорее всего, опять в самом конце сейчас выйдем. Но все-таки выступаем сейчас за самый великий клуб Италии. Ну, Милан не беру в счет. На данный момент уж точно. Самый дорогостоящий состав уж точно у Ювентуса. По именам здесь абсолютно все известны. Теперь осталось, чтобы Европа запомнила и выучила мое имя, как имя Андрея Аршавина, когда он играл за Арсенал. Вот они мы, девятый номер на спине. С эмблемой Ювентуса мы сегодня выступаем. Поэтому поехали. Уходим мы все с поля. А у нас ничья. Поэтому, ребят, абсолютно вообще не знаю, что нужно делать, чтобы выигрывать, начинать. Потому что, ну, ушли из зенита. Но пришли с тем же абсолютным результатом. Я понимаю, что это, да, это тоже от меня зависит. Но мы ни одного там момента и не создали. Вот. Ни одного удара. Даже никаких моментов не создавали. Тренер нам говорит, играем от обороны. И все. Просто мы начинали весь первый тайм играть только от обороны. Занимаем мы теперь девятую там строчку. Приходит нам сообщение. Мы сегодня в старте на заключительную игру в квалификации к Лиге Чемпионов. И я надеюсь, у нас получится. Дебал и Дуглас Коста сегодня со мной в старте. Поэтому, ну, посмотрим. Ювентус-Рейнджерс. Ответный матч в квалификации к Лиге Чемпионов. Ну и сегодня все решится. Мы отыграли, кстати, три матча за Ювентус. И в каждом этом матче в разных формах. Вот. Ну и сейчас. Последний шанс Ювентуса попасть в Лигу Чемпионов. И это 1-0. Что вообще сейчас происходило, я понять не могу. Я все это увидел в центре еще давным-давно. Не знаю, вставлю ли я этот момент или нет. Рабьо просто мяч мимо него катится. Он такой стоит, смотрит. И у него, естественно, мяч отбирают. И Тен забивает нам на 17-й минуте. И сейчас Ювентус в шаге от того, чтобы пролететь мимо Лиги Чемпионов. Дебала отличную передачу отдает. Мы ни в каком осаде там не находились. Хорошая передача. И это голый. Это Дуглас Коста забивает с моей голевой. Ребята, есть шансы. Отлично. Первый ассист на Дугласа Косту в Ювентусе и в Лиге Чемпионов. Супер, супер, супер. Отлично. Здесь Дебала меня увидел. Немножко так с центра на фланг смстился. На ложном убрал. Прострел. И гол. Отлично. Шансы есть сейчас закрепиться в этом матче. Надо забивать обязательно еще один и ни в коем случае не пропускать. И мы забиваем Делихт со штрафного. Отлично. 2-1. Серьезный Делихт сейчас сбил со штрафного? Просто покажите мне этот гол. Нет. Делихт замыкал. А то я думал, как так-то? Бантакур пробивал. Но Делихт замкнул так немножко мяч. Переправил. Отлично. 2-1. Теперь мы в Лиге Чемпионов, а не Рейнджерс. Им вообще было выгодно забить хотя бы один, чтобы мы как минимум забивали два. Теперь всеми силами именно Рейнджерс пошли в атаку. У нас не супер атакующая, а просто атакующая тактика. 2-1. Минимальная победа над Рейнджерсом, которая нам позволила выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. Так что два сезона подряд мы сейчас будем отыгрывать в Лиге Чемпионов. Конечно, потно было пропускать от них. Но у нас 7-5 оценка, прям как у Дугуса Коста. Все замечательно. Дальше проходит ЦСКА. Леон. Мы прошли. Динамо Киев. Мидлен. АЕК. Клуб Брюги. И Галатасарани. Вот такие результаты. Но у нас уже первая голевая за три матча за Ювентус. То есть Неймар получает награду лучший футболист Европы. Так, сегодня у нас играющая сейчас против Торино. Это туринское дерби. Но сейчас я бы лучше посмотрел на жеребьевку Лиги Чемпионов, потому что уже стало все известно. Так, неравных плей-офф надо. Групповой. Пассажир Ювентус, ЦСКА, Олимпиакос. Мы возвращаемся, друзья, с вами в Россию снова. Против ЦСКА я очень много забивал. Последние три матча. Вроде против них у меня три забитых мяча. Но и поедем еще и во Францию. Ну и в Греции тоже мы еще ни разу не были. АЯК. Сарминия. Клуб Брюги. Славия. АРЕАЛ. Ливерпуль. Лиль. Динамо. Загреб. Спартак. Барселона. Порто. АЕК. Сити. Интер. Фенербахче. Динамоки. В Бенфика. АТЛЕЙТК. АНДРЛЕХТ. СИОН. ЛАЦЮ. МЮГЛ. СРАМИДЛЕНД. Здесь, кстати, легче группа на самом деле. А у Реала там что? Реала ли? Ну, такой все это уже. Шахтер. Лион. Селтик. Копенгаген. Все. Ну и сейчас перейдем к Лиге Европы. Тоже посмотрим быстренько. Байер. Юнбой. Сазе. Джонсон. Челси. Леванты. Витес. Спортимонессе. Олимпик. Мерсет. Спортинг. Брага. Стандарт. Леги. Спарта. Прага. Милан. Краснодар. Анталиспор. ОБ. Баруси. Мюнхен. Гладбах. Рен. Базель. Мозер. Вел. Лестер. Сити. Валенсия. Динамо. Киев. Зенит. Монако. Паук. Синт. Труиден. Тоттенхем. Аугсбург. Рейнджерс. Галин. Аталанта. Реал. Бетис. Гент. Сандр. Джуски. Арсенал. Спортинг. Аланец. Спорл. И Лузерн. Вильяреал. Фиорентина. Бешетташ. Эмин. Бавария. Мюнхен. Кстати, в Лиге Европы. ПСВ. Виторий. Гумареш. И Аберден. Вот такие вот у нас команды в группах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Итак, сейчас у нас игра против Торина. Но и также я бы хотел сказать, что я вряд ли буду больше отыгрывать матчи за сборную России, но потому что я не вижу в этом смысла. Рейдинг мы и так хорошо получили. Опыт я без проблем получу. Именно сам личный, натренировавшись в Ювентусе, в других клубах и все такое. Но будем ждать уже просто официальных матчей. А так вот, ну зачем мне это сейчас? Просто перегружать видеоролик этим контентом, вот этими нулевыми ничьями. Так что, Торино-Ювентус, поехали. Итак, Торино-Ювентус, стадио Олимпика Торино. Мы сегодня в качестве гостей. Ну что же, посмотрим. Первый матч мы закончили в ничью против Самдории 0-0. Смотрим, как отыграем вообще этот. Вот посмотрите, как они летят сразу вперед ногами. И забивает Пауло Дебало, а моя голевая в чемпионате Италии теперь. Замечательно, скатили и Пауло Дебало забивает. Супер. Пока что не удалось мне забить за Ювентус, но уже две голевые. Одна в чемпионате, другая в Лиге Чемпионов. И вот опять. Опять будете писать. Ты мне забиваешь. Ребят, может мне вообще не стоило в проэволюшене начинать карьеру именно прямо за такого нападающего. Я очень хорошо такого цапника прям опорного форварда может быть играю. Оттянутого форварда. Какого-нибудь такого. Ну как-то вот не идет мне забивать почему-то. Вот очень хорошо я распасовываю. Может быть стоит мне позицию там поменять. Напишите, может быть вы что-нибудь об этом в комментариях. Итак, минимальная победа в Туринском дерби. Отлично. Пауло Дебало автор единственного гола. Я отдал на него голевую передачу. Мы побеждаем. Первая наша победа в чемпионате Италии. Вообще замечательно. И у меня оценка 7-0, а у Дебало тоже 7-0. После этой победы мы на второй строчке. Бреши единственная команда, которая выиграла два матча из двух. Ну а мы единственные вместе с Интером, которые выиграли и сыграли в ничью. В первых двух матчах. Четыре матча, две голевые передачи у меня. Хорев получил травму на одну неделю. Теперь ему придется проходить лечение ушиб. Выздоровление в сентябре. Ну на одну неделю это ничего. Тем более я сказал, что я в матче сборной России в товарищеских больше не буду участвовать, потому что не вижу смысла. Ну вот. Хоть мне сейчас и будут эти матчи вроде как засчитываться. Сегодня вы посидите на скамейке запасных. А можно... Что, серьезно что ли? А, нет, все нормально. 3-1 мы проиграли, а то я думал, что сейчас меня еще на скамейку засунуть. Вот. 22 матча я сейчас увидел вроде как. Сейчас я все-таки еще раз зайду, надо посмотреть. Сейчас игра против сборной Польши. Так. По списке достижений. Вот. 22 матча у меня. Перед матчем с Польшей. И я еще, ну естественно не играю, поэтому... 2-2 с Польшей. Нет. Пока что... 86-й рейтинг, кстати, стал. Матчи не засчитались у меня за сборную России. Так как я их даже не скипал. Вот. Ну а сейчас Лига Чемпионов. Мы стартуем сразу же против ЦСКА. Этой команде нужно забивать. Я в старте отлично. Ну и врачи дают добро. То есть я просто вызов в сборную немножко так пропустил. Вот эти вот... Нормально. Вот он наш состав. Вот он состав ЦСКА. Я сейчас просто хочу посмотреть, как мы будем играть против ЦСКА. Так же как с Зенитом мы играли. Типа сейчас реально 0-0 возможно. Либо мы будем забивать. Я на этом надеюсь. Так что Ювент в ЦСКА. Поехали. Итак. Ювентус против ЦСКА. Лига Чемпионов. Мы уехали из России. Но Россия никак не может уехать из нас. И снова мы играем против российского клуба. А ЦСКА. Команда, которую мы чаще всего вроде как забивали. Я не ввел подробную такую прям статистику уж. Но серьезно. Четыре матча подряд против ЦСКА мы вроде как забивали. Выходит вместо меня Жоа Педро. 89-ая минута. Но пожелаем ему удачи. И все. Ничья 0-0. Даже за Зенит я забивал дубль в ворота ЦСКА. Но тут с Ювентусом я вообще не понимаю. Либо как-то кто-то там вроде как говорили, что менять нужно сложность. Тогда игроки будут более умнее. И тогда мы точно будем проводить. Но мне кажется, от этого ничего не изменится. Потому что Финита играл. Они были намного тупее, как он сам говорил. Поэтому я не знаю на самом деле, что здесь нужно сделать. ПСЖ выиграет Олимпиако с счетом 2-0. Мы играем в ничью против ЦСКА. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте в матче против Наполя. Самый главный матч сейчас у нас будет в начале сезона. Итак, Ювентус-Наполи. Мы сегодня, естественно, в старте. С нами Роналду и Виллиан в нападении. Поехали. Итак, чемпионат Италии. Ювентус против Наполя. Очень важный, как по мне, матч. Сначала, да, естественно, там Миланское дерби идет. Потом где-нибудь там может быть Туринское. Но Ювентус-Наполи просто две из самых таких мощных команд. На мое мнение, всегда в последние годы в чемпионате Италии. Ну, сейчас там, естественно, пытаются Лацио, Аталанта, Интерсия показывать. Но для меня почему-то всегда вот именно Наполи и Ювентус. Две топовые итальянские команды. Виллиан, ну это просто шикарно, а. Опять голевая моя. Третья уже. Ни одного гола не могу забить за Ювентус. У нас уже третья голевая. И забивает теперь еще и Виллиан. Замечательно. Минимальная победа. Виллиан забил. Благодаря нашей голевой. 7,5 оценку Виллиана. У меня 7,0. И после этой победы мы на первой строчке обгоняем Интер. У нас всего лишь два забитых мяча. Ну, как-то так, но мы выше. Три голевые за шесть матчей в Ювентусе. Итак, нас вызвали в сборную. Итак, мы сегодня в старте. Матч у нас Удинезе-Ювентус. Удинезе сейчас где-то там внизу таблицы. Но мы пока что на первой строчке. Но надо там уже когда-то доизобить свой первый гол. Потому что только голевые я успеваю раздавать. Удинезе-Ювентус. Поехали. Удинезе-Ювентус. Дасия-Арена или Дача, какая-нибудь-путь арена, наверное. Мы ни разу еще не проиграли в составе, так сказать, Ювентуса. Были ничьи. Две причем. Нет, три. Две в Лиге Чемпионов. Одна с Рейнджерсом. Другая с ЦСКА. Ни разу мы еще пока что не победили в Лиге Чемпионов с Ювентусом. И нас заменили. Выходит на 69-й минуте Жоа Педро. И все. Нулевая ничья. Даже с тем предлогом, что заменили нас, не смог Ювентус забить. Моменты более-менее как-то возникали, но все очень неточные. Три удара, один в створ. А у нас сценка 6-5. Ювентус опускается на третью строчку. 7 матчей. У нас всего лишь 3 голевые передачи. Рейтинг 86. Так что, ребят, обязательно напишите в комментариях, может мне стоит вообще поменять уже позицию. Стать там оттянутым форвардом. Либо вообще на фланг уйти. Наверное, все-таки на замену как Крещену Роналду. Не знаю пока что. Так что Ювентус Рома у нас сейчас. Рома на 6-й строчке он идет. Мы на 3-й. Ну, состав вы, естественно, знаете у нас. Форма вообще вверх идет, кстати, почему-то. Я не знаю. Вот, поэтому Ювентус Рома, поехали. Ювентус Рома, Альянс Стадиум. Очередной тур чемпионата Италии. Мы снова в старте. Но пока что для нас это 8-й матч вообще за Ювентус. Мы так еще не можем забить в футболке Ювентуса. Голевые уже даже 3 раз дали. Но открыть счет. Да и вообще просто наш счет голам в Европе. Пока что не удается. Супер. Передача на Роналду доходит. Это опять голевая. Четвертая голевая уже за Ювентус. Третья в чемпионате Италии. Я что, опять хочу стать сейчас лучшим ассистентом. Ни одного гола за Ювентус. А потом вы серьезно же, вы мне напишите, надо забивать, надо забивать. А как я здесь буду забивать, если мне просто вот не получается. С одной момента вот только для команды. Пытаюсь иногда, да, пробивать, но... И это еще одна голевая. Две голевые подряд в матче против Ромы. Теперь еще иду Глосковца забивает. Когда я-то уже забью. Сейчас очень хорошо у нас все это получается. Передачки отдавать. Но гола нет. Все. Уверенная победа Ювентуса над Ромой дома. С отсчетом 2-0 с двух моих голевых передач. Забивают Кришчана Роналду и Дуглас Коста. 2 удара, 2 гола. Роналду лучший игрок. 7-5 у него оценка, так же как и у меня. После этой победы мы на второй строчке. У нас 11 очков. Одно очко до Бреши. 5 голевых за 8 матчей. Ни одного пока что гола. Нам приходит сообщение. Мы сегодня естественно в старте. Матч у нас сейчас против ПСЖ. И он у нас сейчас получается последним в выпуске. Посмотрим на состав парижан. Белл у них кстати в старте почему-то. Неймара они посадили на скамейку. Мэдисон, Драксер, Гуе. Ну с Гуе мы кстати играли против сборной Сенегала. Вот. Навас вообще в резерве. Ну вот такой команде мы обязаны сейчас забивать. Так что ПСЖ Ювентус поехали. Итак, ПСЖ Ювентус мы впервые, друзья, с вами, если мне не изменяет память, во Франции. И сразу же против очень серьезной команды, в которой я бы не против был бы перейти. Чуть попозже, немножко поиграв в Ювентусе. Вот тоже не хочу каждый сезон менять команды, как это было в карьере. ФИФЕ-20 за карьеру за игрока. Вот. Здесь я могу сам действительно отправлять предложение, но чемпионате-то я бы тоже так часто бы не менял. Отличная передача. Ну я обязан был когда-то забить. Я забиваю ворота ПСЖ в Лиге Чемпионов. Отлично. 1-0. Юв выходит вперед на выезде. Фух, ну хотя бы в этом выпуске я один мяч дозабил, хоть и в последнем выпуске, но ничего. Очень хорошо здесь прям получилось. Вот эта вот прокатичка есть у нас все-таки. Кстати, вот крученые хорошие удары делает. Ну и Рабьё является автором голевой передачи на меня. Отлично. 1-0. Первый гол за Ювентус в Лиге Чемпионов. И это 1-1. Юлиан Драксер забивает 77-я минута. Сравнивает счет в этом матче. Сейчас опять можем с ничейным результатом закончить игру. Сейчас хотя бы с голевым. И все. Ничья. Со счетом 1-1 заканчивается этот матч. Мы забили наконец свой первый мяч за Ювентус. Еще и в Лиге Чемпионов. Вообще все замечательно. На выезде причем. И стали лучшими игроками сегодняшнего матча. В группе мы сейчас на вообще третьей строчке. Вот такие вот дела. ЦСКА, я так понял, но они тоже сыграли в ничью. Правда, со счетом 2-2. Они сыграли в ничью против Олимпиакоса. 9 матчей, 1 гол, 5 голевых передач. 86-й рейтинг у меня. Все. На этом мы давайте закончим. Покажу вам сейчас статы свои. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Всем большое, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok